Суперкамера Сандерс один из редких экспертов в своем деле, которые могут действительно сделать великолепные кадры с воздуха. Однако необходимо работать с большой точностью, чтобы поймать прекрасный вид. Малейшая ошибка может привести к смерти. Прыжок с парашютом — это великолепное ощущение. То же самое — прыжки с утеса. Звучит безумно, но пока не откроешь парашют, кажется, что летишь сам. Для меня прыжок с самолета или утеса означает свобода полета. Это волшебное чувство, оно стоит риск, доставляет радость, удовлетворение, наслаждение. Это невероятно, и я без этого не могу жить. Том Сандерс готовится прыгнуть с самолета для голливудской фирмы. Он снимает каскадеров каждый день, используя для этого камеру на шлеме, которая весит порой до 11 килограммов. Эта камера гораздо меньше, легче и быстрее. Она называется «Гоука». Ее впервые использовали в 1996 году на Олимпийских играх в Атлантике. Она может двигаться по специальной рельсе со скоростью до 30 миль в час. Кадры, которые она снимает с помощью лазера, переводятся в центр отслеживания изображения. Людям, которые смотрят эти кадры по телевизору, кажется, что они совсем близко к спортсменам. Один из самых современных и экстравагантных способов съемки – так называемый контроль движения. Эта система используется при производстве фильмов, таких как «Звездные войны» и снятии дорогих рекламных роликов. Смысл этой технологии в том, что все камеры и объекты наблюдаются компьютером. Только раз, введя сцену в программу, ее можно повторять и подправлять до тех пор, пока режиссер не будет доволен. Результат ясно виден на примере этого ролика. Все движется, как по мановению волшебной палочки. Эти кадры создают ощущение легкости. Эта камера называется Кэмкэд. Она позволяет снимать знаменитое здание с потрясающих ракурсов. Тросы, поддерживающие камеру, натянуты не сильно, поэтому зданиям нет от них никакого вреда. Это гелиевый баллон, используемый как летающая опора Кэмкэд. Прикрепленная к платформе, она управляется с земли. Видители фильма всегда стремятся использовать что-нибудь новое в поиске удачной перспективы. Плайкэм – один из таких примеров. Дистанционно управляемый мини-вертолет с камерой в кабине. Весит около двух килограммов, летит в любую сторону. Его дополнительное преимущество состоит в том, что оператор не рискует своей жизнью. Том Сандерс из другой стороны пытает прыгать сам. И устанавливает разные камеры на свой шлем. Большинство клиентов требует снимать камеры с пленкой 35 миллиметров, потому что качество настолько хорошее, что подходит для фильмов и рекламы, где нужно действительно красивое изображение. И часто для телевидения мы снимаем камеры, где пленка 16 миллиметров, которая полегче, и мне больше нравится. Но съемки на 35 миллиметров все равно заказывают гораздо чаще. Задача высокоскоростной камеры – показать то, что не видно обычным глазом. Каждую секунду снимается 2000 кадров. Тогда как в натуральной камере только 25 миллиметров. Катушка с пленкой крутится со скоростью около 170 миллиметров в час. Это позволяет снять сюжеты, от которых захватывает дух. Один из пиков своей карьеры Том Сандерс пережил в 1988. На церемонии открытия Олимпийских игр в Корее он выпрыгнул из вертолета и снимал парашютистов, образовавших в небе Олимпийские кольца. Все олимпийские игры были огромным событием. И сами по себе и для парашютистов, и для всех, кто снимал. Я передавал сигнал на табло и в дома миллиардов зрителей. Я снимал на 35 миллиметров. И при мне были еще две камеры, так что на моем шлеме было четыре камеры во время того свободного падения в Сеуле. Думаю, тот прыжок мой самый любимый. Сандерс и еще один специалист по фильмам работают со следующим поколением суперкамер, чтобы в будущем удивить нас еще более чудесными съемками.